Итак, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем проходить такую увлекательную сборочку, как Стоунблок 2. Я сомневаюсь, что эта сборочка нуждается в каком-либо представлении, тем более, что она уже не первой свежести, но, тем не менее, она насыщена гигантским количеством разнообразных модов с уникальной линейкой квестов, которые будет очень даже интересно выполнять, и каждый мод, который здесь находится, также будет интересно обозрить, разовить и уделить ему особое количество внимания. И вот эти вот все квесты, которые здесь есть, мне предстоит выполнить по ходу нашего совместного прохождения данной сборочки. И что ж, я предлагаю начать выполнять эту сборочку постепенно, помаленьку, и начать ее выполнение надо непосредственно с первого квеста, и нам предлагают рукой взять и поломать немножечко камня для того, чтобы выбить вот эти вот частички каменные. Я не понимаю логики какой-то сборки, но раз уж она говорит так сделать, то, пожалуй, мы так сделаем. Замечательно, я набрал немножечко кусочков камня, забираю награду за выполнение вот этой вот ачивки, а следующая наша ачивка это сделать каблстон в количестве 12 штучек. Каблстон делают у нас простейшим образом из вот этих вот непосредственно наших кусочков. Предлагаю сразу не делать 12 штучек, а для начала скрасить верстак, и для начала скрасить банально палочкой. Так, замечательно, теперь у меня есть возможность поставить вот этот вот верстак сюда, и я хочу непосредственно скрасить вот это вот, чтобы набрать каблстон в количестве 12 штучек гораздо быстрее, потому что этим молотом нам выпадает буквально один к одному камень, то есть сразу минуя этап с частичками, а второй этап это ломается гораздо быстрее. И замечательно у нас написало то, что мы выполнили вот эту вот ачивочку, забираем за нее нашу награду. Так, нам есть возможность скрафтить сундук, и есть возможность скрафтить верстак. И к счастью, верстак мы уже здесь скрафтили, так что его нужно просто сейчас склупнуть, для того, чтобы нам ачивку здесь засчитали, замечательно. И ачивку с молотом нам тоже уже засчитали. Награду за верстак я забираю. Пока нам идут бесполезные вещи на начальном этапе, но тем не менее, впоследствии они нам очень даже пригодятся. Сейчас я хочу скрафтить немножечко вот этих вот коблстоунных парт, для того, чтобы впоследствии скрафтить себе вот такой вот двойной сундук из-за непосредственно нашего коблстоуна. Поставим его пока что здесь, можно на него складировать все вот эти вот вещи начальные наши, которые нам пока что не пригодятся, и забираем за него нашу рандомную награду. И следующий наш этап, скрафтить стоунхаммер, и использовать коблстоунхаммер для того, чтобы добыть гравий, а потом гравий переработать в землю, в принципе, очень даже легко. У нас все упирается непосредственно в нехватку этого коблстоуна. Думаю, мне около стака этого коблстоуна хватит на все мои нужды. И замечательный стак коблстоуна я уже добыл, и, пожалуй, я сейчас весь этот стак переделаю в нашу нужную нам так землю. Для этого ничего такого сверхъестественного нам не нужно, мы просто зажимаем клапочку Йоа, и ломаем один коблстоун с помощью нашего хаммера. Замечательно у нас впадает гравий и булыжник, но только потому, что у нас сломался этот хаммер. И теперь я остатки перерабатываю снова в наш гравий, и снова его выставляю для того, чтобы впоследствии уже его переработать в нечто большее. Все, замечательно, гравий я выставил, и теперь ломаю, все. Получаю ровно стак земли, получаю за это награду. И теперь нам предлагают скрафтить круг Кэт. Это, так понимаю, крюк, который впоследствии нам поможет добывать червячков из обычной листвы, и если мне не изменяет память, крафту крюка непосредственно вот такого, точивочку мы выполняем. И сейчас я использую ровно стак земли для того, чтобы ее просто сейчас поставить. Все, полстака земли я поставил, и с помощью этого крюка я ее ломаю таким же образом, как я ломал ее в прошлый раз с помощью молота. Только, к сожалению, на этот раз наша тильда почему-то не работает на крюк, но ничего страшного, я поломаю это все рукой. Ну и таким образом, ломая всю эту землю, я получаю саженцы различного типа. По факту, различный тип нам понадобится только в декоративных целях, а сейчас я возьму вот этот вот оок саплинг, то есть саженец дуба, и землю, чтобы их посадить вот в этом нашем самом центре. И тем самым получается вот такая вот у нас небольшая поляночка с обычным, получается, дубом, и обычной землей. И таким образом, обычным тверком, я способствую росту этих деревьев. Это еще одна модификация, которая безумно мне нравится. И теперь я беру наш крюк и ломаю с помощью тильды всю эту листву. На листву непосредственно тильда и крюк работают, и это очень даже замечательно. Я доломываю ее, замечательно, и получаю для начала наших червячков, получаю более увеличенное количество наших саплингов, и увеличенное количество наших яблок. И с помощью обычной руки я сейчас ломаю наше дерево, также попробую с клопочкой тильда, замечательно, здесь все работает. И выполняю даже наши ачивочки. Теперь у меня есть неограниченный запас в плане дерева, неограниченный запас в плане еды хотя бы, банальных яблок. И сейчас я попытаюсь вырастить большее количество деревьев, но изначально я хочу скрафтить себе хотя бы изначальный топор. Замечательно, топор я скрасил, сейчас я снова подвергаю, и снова я сломаю все эти деревья. И вот таким вот образом, за кратчайшее количество времени, у нас получается добыть приличное количество дерева. Сейчас я хочу скрафтить хотя бы одну печку, а лучше сразу две, и начать пережарку непосредственно вот этого нашего дерева. Для того, чтобы впоследствии получить уголь, осветить территорию, и уже начинать топить наши печки не палками, как я делаю это сейчас, а непосредственно нашим углем. А сейчас я забираю ачивку за нашего первых крюк, за наше количество дерева. А сейчас нам наша сборка непосредственно предлагает сделать наш всеми любимый шелк. Для этого нам потребуется всего лишь одно дерево, без разницы какого размера, вот эти вот шелковые червяки, и я сажаю шелкового червяка непосредственно в наше дерево, для того, чтобы он, я так понимаю, заражал эту листву, и плел там свою паутину, а я потом уже ее непосредственно соберу. И по идее для ускорения всего этого процесса нужно посадить несколько червяков, и впоследствии у меня вот эта вот паутина просто будет за глаза. Большое количество. А сейчас нам предлагает непосредственно наша модификация, сделать большее количество наших всеразличных инструментов для упрощения нашей жизни. А именно нам предлагается скрафтить все то, что нам понадобится в дальнейшем для Тинкер Констракт, то есть вот эти вот банальные вещи, как Тул Стейшн, Стенчел Тейбл, Парт Билдер, Паттерн Чест, и по идее это все, если я все правильно помню. Их я предлагаю разместить чуть в удалении, куда я впоследствии буду переезжать, потому что пока они мне не понадобятся, и моя рекомендация непосредственно размещать Тинкер Контракт именно вот таким вот образом. И когда у нас уже листва вся наша заразилась, мы можем с помощью опять-таки нашего крюка с зажатой кнопочкой тильда снова сломать всю эту листву и получить необходимую нам нить. Также уже необходимо нам скрафтить немножечко нашей мэш, то есть это так называемое сито, а также нам необходимо скрафтить так называемое само сито, где мы будем просеивать. Это нам необходимо сугубо для крафтов, но я рекомендую сразу использовать на этом уровне и впоследствии только тяжелое сито, потому что это ускоряет процесс как минимум в 9 раз, и замечательно, ачивочки, по идее, мы за это можем уже забирать смело и ничего не опасаюсь. За выполнение ачивок нам дали достаточно классные уже вещи, даже на нашем уровне. Нам дали как минимум Каблстоун Генератор, это вот имбалансная вещь на самом деле, потому что мы до нее должны были дойти чуточку попозже, но по факту никакого имбаланса она сейчас нам не несет, потому что тот же самый булыжник мы могли бы добыть, и добыли бы просто копая здесь различный камень. Для того, чтобы этот Каблстоун Генератор работал в полную силу наверх, его нужно разместить обычный сундук, и он будет нам производить булыжник в неограниченных масштабах, пока мы не захотим, чтобы он прекратил это делать. Но я бы рекомендовал сразу скрафтить базик драйвер, то есть это, во-первых, нам ачивочек, а во-вторых, по факту это тот же самый сундук, только с более неограниченным количеством, то есть, в отличие от сундука, у нее нет вот такого количества слотов, но у нее есть один слот, который может вмещать то же самое количество предметов без улучшений. Что ж, дальше по линейке квестов нам предлагают скрафтить непосредственно наш Крусибл. Только для начала предлагаю забрать ачивку за наш драйвер. Сейчас же нам просят скрафтить наш Крусибл, и скрафтим непосредственно его из дуба, потому что это именно тот ресурс, который легко добывается, и можем его поставить непосредственно вот сюда. Замечательно. И теперь нам нужно непосредственно взять обычные саженцы, которые берутся в неограниченном количестве буквально из воздуха, и просто нам нужно тыкать саженцами вот этим вот по нашему Крусиблу, и через некоторое количество, которое пишется у нас сверху экрана, мы получим непосредственно воду. Я так понимаю, это происходит под воздействием того, что вся влага, которая есть в наших саженцах, она буквально выжимается, и вот эта вот влага у нас преобразуется в воду, которая у нас здесь есть. У нас есть вода, но негде эту воду хранить, то есть у нас нет ведер. Ну и для того, чтобы получить вот это самое ведро, нам нужен процесс, при котором мы сможем получать драгоценные металлы, в том числе и железо, из которого крафтится наше ведро. Непосредственно для удобства, и только для удобства, недалеко от наших основных построек, я сделал вот такое вот углубление. Она стоит из 8 блоков в длину, 4 в ширину и 4 в глубину. Сейчас я продемонстрирую, для чего это непосредственно нам необходимо. Для демонстрации непосредственно всех процессов, нам потребуется сначала скрафтить компрессованный молот. И для всего необходимого дальнейшего процесса, нам необходимо скрафтить вот этот вот компрессованный коблстоун. Он скрафтится всего лишь из 9 стаков обычного камня. Вот эти 9 стаков я вполне свободно накопал, с помощью вот этого вот рва, который у нас здесь сейчас есть, и с помощью непосредственно нашего коблстоун генератора. И сейчас мне нужно монотонно выставлять вот этот вот весь коблстоун, который у меня есть. Все замечательно. И теперь с помощью компрессованного молота и зажатой клавиши тильда я ломаю весь этот компрессованный коблстоун и получаю 9 стаков гравия. В принципе, гравия мне сейчас достаточно на моем этапе развития. И весь гравий, который у меня есть, я переделываю непосредственно в компрессованный гравий. И дальше я занимаюсь монотонной работой, и весь гравий, который у меня есть, я посеиваю на нашем сите. Для того, чтобы получить непосредственно наши осколочки И как можем видеть, я уже получил 7 осколков стекла Каждые 4 осколка это 1 чанк ор А каждый 1 ор на данном этапе нашего развития это 1 железо И практически тем самым образом мы уже можем скрафтить бедро Замечательно, я не просеял даже и половину Но мы уже имеем 5 наших железа Но пока я сделаю 3 Потому что пока в большем количестве у меня нет необходимости И я уже сейчас поставлю в печку И я уже сейчас имею 7 штучек кремня Кремень также был необходим мне, но уже как побочный процесс С помощью наших 7 штучек кремния я переделаю наше изначальное сито В флинтовое сито Это банально просто то сито, которое уже 2 тира И позволит нам получать большее количество разнообразных ресурсов Из того же самого гравия Это замечательно и уже 3 слитка железа я получил И скрафтив вот это вот самое ведро я уже могу забирать всю жидкость, которая была здесь И снова заполняю его непосредственно нашей листвой Для того, чтобы получить еще одно ведро воды для бесконечного источника И замечательно, я уже просеял весь этот гравий Получил возможность скрафтить 6 кусочков железа И я теперь жду пережарку последней части Это мне также нужно для того, чтобы апгрейзить сито, которое у нас есть сейчас В нечто большее В такое железное сито А железное сито по такому же аналогу, как и кремниевое Способно увеличивать количество ресурсов Которые мы можем получать, просеивая тот же самый гравий И замечательно, прошло достаточное количество времени Для того, чтобы я смог забрать уже второе наше ведерочко драгоценное И залить полностью бесконечный источник воды И теперь я вот этот вот крусиво могу по идее убирать Но вместо того, чтобы его просто выкинуть куда-то дальше Я его поставлю непосредственно под наш бесконечный источник Потому что он нам понадобится чуточку позднее И сейчас мне остается только допросеивать весь гравий, который у нас есть И все драгоценные ресурсы, которые получаю я в процессе просеивания Я складирую непосредственно в наш обычный двойной сундук Потому что сейчас они нам не так сильно, что бы и нужны И по идее я просеял то необходимое количество Которое, по моему взгляду, должно было быть просеяно мной Все руды, которые я получил, они хранятся у нас непосредственно вот здесь вот Впоследствии это, конечно же, будет просеиваться в больших количествах Но пока именно такого количества мне должно хватить И осталось у меня по итогу всего лишь 16 компрессованного нашего гравия И его я сейчас хочу пустить на дальнейший круг обработки И получить у него более полезный ресурс Например, сейчас, переработав все то, что у меня было Я получил почти 3 стака нашей земли И снова ее компрессую Я снова ее выставляю Для того, чтобы получить ее в следующий круг обработки А следующая обработка это непосредственно наш песок И снова песок компрессуя И снова его выставляя Я снова ломаю его молотком И получаю тот ресурс, который у меня был необходим С самого начала, который я и задумал И сейчас непосредственно мне и понадобится тот крусибл, который я делал до этого То есть мне хватит 16 даст Я беру вот эту вот воду Тыкаю ей по крусиблу Заполняю крусибл также дастом И забираю И получаю на выходе наш клей И такую процедуру мне нужно повторить еще несколько раз Для получения большего количества нашего клея Все замечательно Я уже переработал весь клей, который у нас был И теперь вот этот клей я перерабатываю в более маленькие кусочки глины И ставлю их непосредственно на пережарку Хотя вот эти вот 32 штучки я пожалуй оставлю при себе Потому что они понадобятся нам только чуточку позднее И таким образом я получаю возможность крафтить бонсай Это очень полезная на самом деле на первоначальных да и впоследствии этапах вещь И с помощью наших бонсаев и наших хопперов я скрафчу бонсай хоппера Теперь также воспользуюсь нашим модом на драйверы Я скрафчу базик драйверы 4х4 Крафт у них достаточно простой И теперь мне нужно непосредственно вот эти вот базик драйверы разместить здесь Бонсай поты вот эти вот нужно разместить прямо над ними И взяв два кусочка земли и два кусочка того типа растений, которые я хочу получить Я смогу получить буквально бесконечное безлимитное количество дерева И как только они выросли, мы получаем палки и дерево Также мы получаем из дуба яблоки и возможно с некоторым шансом и листву Теперь кстати я бы хотел сделать буквально такой маленький лайфхак Который поможет мне питаться до конца этого сезона Я просто беру и пережариваю яблоко, получаю приготовленное яблоко Которое в отличие от ванильного, которое восстанавливает по половине сытости и того и того Я получаю яблоко, которое восстанавливает по 4 сытости И дает еще плюс к этому еще 6 единиц насыщения То есть ев такое яблоко, я могу насытиться и буквально не нануждаться в питании еще продолжительное количество времени И сейчас я предлагаю забрать непосредственно те награды, которые предоставляет нам игра И теперь продолжаем непосредственно идти по линейке крафтов, которые нам необходимы Теперь я беру вот этот вот компрессованный даст, который у нас остался еще с прошлого раза Который я весь не переделал в глину И просеиваю его с помощью нашего железного сита Во-первых я получаю с помощью этого редстоун, который нам так понадобится А во-вторых я получаю непосредственно костную пыль Костную пыль можно получить и не менее интересным способом Но этот способ является более безопасным и более быстрым на данный момент Просеив я получил вот эти вот ресурсы И просеив я также получил 18 кусочков костной пыли Но на данный момент мне нужно всего лишь их 7 кусочков Смешивая в равной пропорции с нашей глиной, которую я получил до этого Я получаю нашу парализованную глину Че? Парсели... Очищенную глину я получаю И нужно сейчас мне скрафтить с помощью нее наш колдрон Но здесь он называется как Crucible, что по факту дело особо не меняет И нужно сейчас непосредственно его обжарить для получения обжаренного котла Но если мы просто засунем сюда булыжник, из которого впоследствии делается лава Мы ничего не добьемся Его нужно как-то разыграть Так как у меня сейчас нету возможности постоянно держать под ним открытый огонь Я ставлю под него обычный такой банальный факел Который позволяет мне разогревать его не очень быстро Но тем не менее позволяет И с помощью такого метода я смог бы получить ведро лавы Смог бы получить ведро воды И смог бы скрафтить вот этот генератор Может быть не сейчас, но чуточку позднее И поэтому то, что я сейчас его получил Поставил его использоваться здесь Не считается обычным таким читерством И мы замечательно получаем ачивку за выполнение нашего Crucible Если сейчас присмотреться, то можно понять такую небольшую истину То, что на самом деле мы выполнили с вами все те ачивки, которые можно выполнить на данном этапе игры Не заморачиваясь, то есть без особого затруднения И очень даже просто Ну а остальные все ачивки требуют просто банального гринда Следующая ачивка, которую я бы стал выполнять это Smeltree То есть построить печку из тинкер констракта Которая позволит мне удваивать все ресурсы, которые я получаю Позволит мне делать более прочные инструменты Но для ее крафта нужно большое количество гравия, песка и клея Что просто сейчас является гриндом Но достаточно интересно, потому что получение этого достаточно вставляет И это очень даже на самом деле Ну и на такой вот прекрасной ноте Я, пожалуй, предлагаю завершить вот эту вот серию И она в следующей серии мы уже встретимся на том моменте, когда у нее будет все уже готово Для того, чтобы продолжать выполнять ачивки в неограниченном количестве И дальше продвигаться по сюжету У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору Еще услышимся!